Такое зрелище здесь уже давно никого не удивляет. Крысы во дворе дома номер 12 по улице 9 мая чувствуют себя едва ли не полноправными хозяевами. У меня по квартире бегала, когда ребенок маленький был. Подняла на уши все химки. На четвертый этаж залезла под ванную. Там дырочка была. И вот она туда залезла. А сейчас еще хуже. Эти видеозаписи нам прислала Елена Семенова. Полгода назад девушка окупила в этом доме квартиру. Зимой мохнатых соседей не наблюдала. Теперь в ужасе. В пятницу шла домой и наблюдала такую картину, что штучек шесть здесь крыс было. Я сняла видео. Две крысы в мусорке кушают что-то. Одна крыса там возле камеры, другая бегает, другая под лавочкой сидит. И они все такие смотрят на меня. Они даже не боятся. Люди проходят мимо и вообще на эту ситуацию как-то не реагируют. Я думаю, что они уже привыкли. Привыкли или устали бороться. По словам жильцов, в управляющую компанию они звонят чуть ли не каждый день. Коммунальщики уверяют, диротизируют подвалы и мусорные камеры каждые две недели. Чаще запрещает Роспотребнадзор. А вот результата от обработки нет якобы по вине самих жильцов. Любителей покормить птиц или бездомных животных. Есть еще одна такая горячая точка. Это 9 мая, дом 10. Там живет сударыня, которая кормит бездомных животных кошек. То есть она им такую произвольную трапезную устраивает. Но когда кошки употребляют столько, сколько им нужно и расходятся, пища эта остается. И дама это не убирает остатки еды. Следовательно, приходят крысы. Это наблюдают местные жители, от которых мы тоже получаем сигналы. Впрочем, это не единственная проблема. Очень часто жильцы дома не доносят мусор до места назначения и оставляют его прямо здесь, рядом с мусорной камерой. Но, кажется, понять их можно. В шестом подъезде давным-давно сгнило днище мусоропровода. Так что даже выброшенные куда положено отходы все равно оказываются на земле, где за них и принимаются грызуны-вредители. Менеджер первого участка управляющей компании «Добрый город» Андрей Дубровский уверен, мусоропровод и тот гниет из-за людей. Мол, не те отходы выбрасывают. Мусор мусору рознь. Если вы выбрасываете сухой мусор, так называемый, то практически гниение металла, оно слишком долгое будет происходить. В связи с тем, что сливают воду, либо еще какие-либо, получается, более раздражительные для металла препараты туда выбрасываются, поэтому гниение происходит быстро. И насколько быстрее? Он же не за неделю, он же сгниет. Ну, это понятно, да, не за неделю. По этому поводу, конечно, сейчас будет все сделано. Про худившееся дно мусоропровода обещали починить уже сегодня. В присутствии нашей съемочной группы коммунальщики разложили отраву и забетонировали крысиные норы. Правда, пока только у одного подъезда. Судя по тому, что ядовитое лакомство крысы утащило уже спустя пару минут, средство работает, привлекает животных. Теперь остается надеяться на сознательность обеих сторон. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров, Новости, МГТВ.